А Википедию уже исправили, и Будда там уже не упоминается. А что это такое? Что это за текст такой? Я не знаю. Вряд ли найдёте, как там сделано всё по букве закона. Потому что у нас это было обычно. Люди хотят строиться. Нашёл видео на Ютубе, а за несколько дней его удалили. Что за видео было? Видео, которое было посвящено как раз открытию Сабургана, оно было удалено кем-то с Ютуба. Я думал, что вы обычный проплаченный блогер, который там какую-то работу делает. Добрый день, дорогие друзья. У нас в гостях, между прочим, впервые представитель официальной религиозной организации, председатель Центрального духовного управления буддистов Республики Алтай Арам Викторович Кыпчаков. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Эта беседа основана на моей поездке в Республику Алтай. Многие посмотрели нашу запись, наш материал. К сожалению, для некоторых представителей буддистских общин это было неприятное интервью. Поэтому я заранее приношу извинения, если кого-то я огорчил. Это не было никакой целью. Для меня, на самом деле, было большим удивлением и неприятным открытием вот эта межрелигиозная, даже не дискуссия, а конфликтная обстановка в Республике. Я надеюсь, что наша беседа, она поможет многие моменты прояснить. Рэм Викторович, вот есть конкретный ряд вопросов, которые хочется вам задать. Да, конечно. Вот я, например, в своем большом материале показывал Википедию и удивлялся, что без ссылок на источниках утверждается, что бурханизм то ли от слова «божество», то ли от слова «будда». Вот момент из моего большого обзора. Здесь на 49-й минуте 30-й секунде четко я говорю о том, что вот Википедия, термин «бурханизм» производен от тюркского «бурхан-бог», либо у игору-монгольского «бурхан-будда». Либо «бог», либо «будда». Это Википедия, вот вы все видите своими глазами. Открываем Википедию сейчас. То же самое место, та же самая статья. От тюркского «бурхан-бог», либо у игору-монгольского «бурхан». Но здесь не указано, что это. Это «будда» или что это? Здесь слово «будда» исчезло. «Будда» исчезла из Википедии. Кто-то подправил Википедию совсем недавно. Эта страница в последний раз была отредактирована 11 сентября 2023 года в 8 часов 46 минут. А что такое? А что случилось? Надо же, друзья, наши ролики повлияли на Википедию. Захожу на Википедию сегодня и обнаруживаю. А Википедию уже исправили. И «будда» там уже не упоминается. Вот как это понимать? Зачем кому-то понадобилось на Википедии писать недостоверные вещи, чтобы потом переиначить и когда поймали уже за руку? Ну, я ваше интервью видел, передачу, или как правильно говорить, тщательно посмотрел на днях. Поэтому я примерно ряд вопросов представляю, немного подготовился. Поэтому, наверное, начнем с того, что, наверное, термина «бурхан», да, где вы вот именно лично показывали, удивлялись. Для этого я специально... Есть у нас такая академическая книга «Древний тюркский словарь» 1969 год, Академия наук СССР, Ленинград составлена. Более 20 лет кабинет ученых, филологов, лингвистов, тюркологов, автоистов работали над этим. Вот тут страница 127, это древний тюркский материал с 7 по 13 век, все, что есть. Ну, огромное количество материалов, они собраны. И вот мы читаем тут слово «бурхан». Так, где она 127? Будда как личность, Дашихсайонирваны первое это. И второе, собственно, Будда, основатель буддийского учения, он же Шакьямуни. Вот, 127, ага. То есть это советское издание «Победия», да. Хорошо, что я решил все это дело перепроверить. Древний тюркский словарь, я нашел его, слава богу, в интернете сейчас он есть. Вот он тот самый, СССР, Академия наук, Ленинград, 69 год. И на самом деле на 167 странице от китайского «бурбудда», то есть обратите внимание, это не тюркское слово само по себе, оно из Китая пришло, «бурхан». Будда как личность, достигшая нирваны, перед всеми теми буддами приводятся примеры в текстах. Второй вариант, то есть слово имеет несколько значений. Второе, посланник, вестник, пророк, либо это Будда как личность, либо это некий посланник, вестник. Но здесь есть и третий, третий смысл толкования. Бурхан, идол. Идол. Мы осквернили идолов, монах поклоняется идолу. Сожгли дома, разрушили идолов, вместо них создавая мечети. Так это что? Вы уверены, что речь именно про буддистских идолов? С чего вы это взяли? Бурхан имеет и третий смысл. Идолы, судя по всему, языческие в том числе. Я что-то, может быть, не понял, но почему уважаемый Арам Викторович заметил первое и второе толкования, и здесь же ниже есть третье. Бурхан как идол, но он этого не замечает. Запомним это место, потому что дальше оно сыграет существенное значение в нашем разговоре. Так далее, смотрим. Есть у нас монголо-русский словарь. Вот такой, 57-й год, академические издания, Монголия. Тут то же самое. Слово Бурхан, Будда переносится. Или любое буддистское божество. Просто, если надо будет, я все ссылки, страницы, все как надо сделаю, приклею и вам отправлю. Хорошо? Да, хорошо. Сейчас время не терять. И давайте, для интереса, бурятско-русский словарь вот такой есть, чтобы я забыл, как это написано. Сейчас посмотрю. Для интереса, я говорю, Бурхан. Это слово, пока еще так скажу, есть только у народов, которые исповедовали буддизм когда-то, или до сих пор исповедуют, до сих пор Бурхан Будда. У монгол, тувинцев, калмы, Бурят, Будда или любое буддистское божество так и называется. Бурхан, все, другого нет. Других народов, других чурских, или каких народов, если пойдете, будете искать словарь, вы нигде не найдете это слово. А в древнем чурском период, как мы выйдем по этому словарю, это во всех текстах она присутствует, как слово Будда. Открываю бурятско-русский словарь в интернете. Бурхан. Бог, божество. Бурхан, общее название персонажа ломаизма. Изображение Бурхана, икона, статуэтка. Божий, божественный, священно-религиозный. Вы же понимаете, особенность ситуации. Будда. Все люди, кто хоть немножко в курсе религии, тот знает, что Будда, согласно базовым представлениям буддизма, не бог, посредник между людьми и высшими силами или спаситель, а учитель. Это не творец. Это не бог. Это просветленный человек. Значит, когда мы говорим на первом месте в бурятском словаре Бурхан, это бог, божество, я вот, честно говоря, не понимаю, зачем в таких элементарных вещах подтасовывать факты. Бурхан, Бурхан, ну вот, давайте еще один источник приведу. Потом словарь алтайского, адагейского, на речи тюркского языка. Протеерей Вербицкий составляет 1884 год, до революции. Он был большой знаток, изучал тюркские языки, ну, миссионер, конечно, понятно, протеерей. И вот, вот, в этом созреку он пишет Пурхан. Ну, а там все буквы нет, на все наполнен пишет Пурхан. Святой Ламская пишет. Страница 274. Потом еще идет, страница 281, Пурхан, святой угодник, языческая от монгольского Бурхан. Это оригинал, 1884 год. И этот словарь я тоже нашел. Да, здесь вместо Б используется П. Пурхан, святый. Пурхан, святый в скобочках Ламск. А чуть ниже видим другую картину. Пыркан, святой угодник, языческая от монгольского Бурхан. Так все-таки это языческое слово? Языческое? А не буддистское? Другие источники все-таки говорят о том, что это божество именно в языческом смысле. Таких источников серьезных я не видел. Это идут потом вольные трактовки уже последних лет, которые... Люди же есть, я смотрел период, кто лично как настроен, но если вы найдете первый источник, самые основные, то Бурхан, кроме как Будды, нигде, ни в каком народе нет. Открываю Википедию. Статья «Религия в России». Буддизм традиционен для трех регионов РФ. Бурятия, ТВ и Калмыкия. Так. Захожу в раздел «Буддизм в России», уже более прицельно посвященная не религиям в целом, а именно буддизму. Одна из распространенных на территории страны религии традиционными районами, где исповедуется буддизм, являются Бурятия, ТВ, Калмыкия, Республика Алтай и Забайкальский край. То есть там приведены три республики, тут приведены пять республик. Совпадение? Не думаю. Мы брали интервью двух кандидатов исторических наук, и они сказали в один голос, что буддизм для Республики Алтай не является традиционной религией. Сколько сейчас буддистов, по вашим подсчетам, проживает в Республике? Ну, наши храмы и наши священники разные. Мы все получали образование в буддистских университетах, в Бурятии основном, потому что у нас государственно лицензированные только Бурятии, которые выдает госдиплом, и входим в традиционную буддистскую Санху России. Это организация, признанная во всей России, этим как правительством, и во всему миру. Как бы буддист России, основном официально представленной традиционной буддистской Санхой России. У нас есть свой университет, который я заканчивал, вчера был юбилей, вот приехал. Специально сейчас я в Крае нахожусь как раз в Академии нашей. И как бы мы все получали здесь образование. Образование разное. Стандартное это высшее религиозное, теолог или богослов-философ. Есть врачи тибетской медицины, которые очень долго изучают тибетскую медицину. Есть разные другие науки, как художники, философы. Есть спектр буддизма, что хочет, то мы изучаем обычно. Тибетская медицина, кстати, реально эффективна. Да, это эффективная вещь. Вчера как раз я на конференции сидел по тибетской медицине, обсуждали проблемы. И у нас более 20 человек официально закончили высший диплом алтайцев этнических. Буддистский университет в Бурятии. Кто-то 5 лет, кто-то 10, кто-то 15 лет. Кто на ученую степень шел, долго изучали. Поэтому и некоторые владеют такими полезными навыками тибетской медицины, допустим. Есть кто-то изучал астрологию, допустим, серьезную буддистскую такую. Есть у нас же мы азиаты, у всех у нас менталитет такой, что мы очень любим. Мы любим предсказания, мы очень любим какие-то обряды совершать. Алтайцы не исключение, и алтайские ламы тоже. А в буддизме это все как входит в свод наук, 10 основных наук, как в астрологии, предсказательные практики. Мы все это изучаем, поэтому к нам обращается очень много людей. Буквально на днях стоял вопрос, у нас кто задавали. Мы считали, что несколько тысяч человек в год обращаются в храм и к священникам. Ну, кто-то, не обязательно, если они буддисты, конечно, мы никому не отказываем. Кто, если приходит за помощью, лечится, допустим, у нас хорошие костоправы там есть, или есть хорошие врачи-травники, или бывает... Несколько тысяч в год, вы сказали? Да, несколько тысяч человек в год. На все республики? Только один я, допустим, принимаю около тысячи человек в течение года. Ну, примерно. Это еще я постоянно в разъездах, потому что у меня общественная руководящая работа. Да, а я имею в виду верующих буддистов. Ну, верующих буддистов, кто из них там, мы же не спрашиваем, ты верующий буддист, или ты просто пришел? Ну, кто участвует в каких-то обрядах ежегодных регулярно? Половина этих людей примерно регулярно приходит на церемонии. На другая половина, это люди просто пришли за какой-то помощью обычно. Ну, так можно сказать. Ну, то есть, несколько тысяч человек. Посещают наши храмы, наших священников, лекарей, приходят за помощью. Но мы стараемся, если человек пришел с чем-то, ну, не отказывать никому. На 210 тысяч человек населения Республики Алтай, примерно пару тысяч человек реально верующих буддистов. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Но это порядка одного процента, может быть, двух процентов. Вопрос, насколько вообще это все оправдано? И при этом у них есть свой университет. Правда, он находится не в Алтае, он находится в Бурятии, где изучают, я уж не знаю, на каком уровне. Ну, тибетская медицина реально эффективна. Не в плане экстренных оперативных хирургических вмешательств, а в плане долгосрочной терапии, реабилитации. Я правда знаю примеры, когда такая серьезная восточная медицина, которая, правда, изучается там в течение многих лет, очень плотно, как реально высшее образование. В Индии есть университеты аюрведы, по шесть лет там учатся на аюрведических врачей, то есть там это все очень серьезно, там много учатся. Но если там учатся еще и астрологии, каким-то гаданием, и также они пишут дипломы, это же официальный университет Российской Федерации, они пишут дипломы, они их защищают, они пишут исторические статьи, а потом мы удивляемся, откуда в интернете полно всяких недостоверных данных. Почему на Википедии тут три республики указаны, тут пять республик, то есть слово Будда, то оно исчезает. Ну, может быть, просто как... Я, понимаете, я не уверен, что это все какой-то злой умысел. Просто люди верующие, они часто склонны к преувеличениям. Хорошо, смотрите, вот следующее, что хочется разъяснить, Датсан в Усть-Кане. Значит, как так вышло, что он был построен до того, как появилось разрешение на его строительство? Даже сейчас вот он стоит, в поисковиках я искал Яндекс, Гугл, нигде нет никакого упоминания, что по этому адресу находится Датсан или религиозное учреждение. Я понял, Павел. Да. Хорошо, я ситуацию, наверное, так проясню. Вообще, до недавнего времени, пока вот эти, так называем, наш Ахтян, так называем, я сразу уточняю, не начали все эти... Ну, они 20 лет этим бегать занимаются, более 20 даже, наверное. Не начали, никто над этим никогда не заморачивался. Ну, брали какой-то участок земли, собирали сколько могли денег, строили. И так же церкви, так же мечети. Если начнете разбираться там, если искать вот эти бумаги, вы, я думаю, что больше половины любых религий, религиозных, вряд ли найдете, как там сделано все по букве закона. Потому что у нас это было обычно, люди хотят строиться. До недавнего, наверное, так было, когда все это вот, шум начали, мы... А у нас есть, вроде нету, и начали там уже в попыхах все это делать. А, Ром Викторович, ну вы же понимаете, что это недопустимо говорить, что там законы, это неважно, необязательно. Нет, мы очень чтим законы все. Смотрите, я православный. Да. Но когда в центре Екатеринбурга решают вырубить сквер, плюют на интересы местных жителей, давайте мы там церковь построим, я против строительства церкви, потому что местные жители имеют право решать, как у них дом будет выглядеть и устраиваться. Местные жители какие-то смотреть надо еще, Павел, потому что местные жители, те же, которые узкани буддисты, они хотят строить. Не буддисты, не хотят. Но надо в любом случае по закону действовать. По архитектурному порядку уже выделено давно было. Просто там местный глава общины, правильно, там он как бы не удосужился просто это все оформить вовремя. Ну вот как так не удосужился? Вы же понимаете, что это все в любом случае вызывает проблемы, вызывает напряжение в обществе. Ну вот такие дела, в общем-то, да, есть. Мы как бы не отрицаем и наша вина есть, потому что мы всегда относились к этому как, ну, маленький храм, там, сколько вы сами видели ее? Да, конечно. 7 на 7, там, или, я точно не помню. Там еле-еле уже, которые... 7-8 лет не можем достроить, стоит. Как бы иногда и сами забываем, что... А почему-то, а почему не смогли достроить? Что случилось? А у нас просто финансов не хватает на все это. У нас же стройка идет тут. Там в городе храм, наверное, видели, да, тоже первый наш небольшой. Как бы насколько финансов хватает, когда наши перхожане кто-то там спонсируют, мы на это строим. Если закончились, она может год-два стоять. И, ну, и на что сделаешь ее. Мы же, как бы, отделены от государства все-таки. Ну, вы согласитесь, что это выглядит очень странно? Ну, конечно. Без документов и спешно, и недостроен. Ну, насчет... Да, как бы это отрицать просто глупо даже. Просто то, что мы делаем, их, бывает, сил не хватает, она остается. По пыхах это все, как обычно у нас бывает, забывается. Когда ни денег, ни средств, она стоит вроде, ну, и стоит, никому вроде не мешает, как мы думаем. А оказывается, кому-то мешает, если она стоит. Ну, у большинства людей дома, по-моему, и кто больше, чем наши храмы, если так посмотреть. Ну, да, правда, храм скромный. А сколько в Усть-Кане буддистская община насчитывает человек? Пару сотен-то точно есть, которые, ну, ходят постоянно, обращаются, службу заказывают. Наши священники ездят. Хорошо. А вот Сабурган тоже, который в урочище, как оно называется? Ахкоба. Да, да, да. Вот мне показывали документы, я их тоже выкладывал в видео, о том, что на него документов тоже не было. Официально его не существует. Как это получилось? 95-й год, тогда вообще мало кто... Ну, тогда я еще, если честно говоря, еще не был. Я прошел... 30 лет почти прошло. Да, 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 да. Ну, можно же было как-то узаконить. Вообще никогда никто этим не занимался, вообще везде все стояло. Как бы те товарищи, которые тогда руководили, она, Салатыши Монкорович, по-моему, и другие, построили все. Местное население, как бы, что бы там ни говорили, очень были довольны. Посмотрите эти кадры внимательно. Люди молились, ходили, да? Они все поняли. Вот, кстати, о кадрах я тоже хотел спросить. Я начал готовиться к интервью с вами, искал материалы, нашел видео на Ютубе, а за несколько дней его удалили. Видео, которое было посвящено как раз открытию Сабургана, оно было удалено кем-то с Ютуба. Да. Вот то самое видео, называется «Открытие Сабургана в ручище Аккабы 28 июня 96 года». Сохранилась превьюшка. Но буквально за пару дней, после выхода нашего ролика про Алтай, оно исчезло. Оно было удалено. Как же так? Кого же мы напугали? Кому же мы хвост-то прищемили? Кто не хочет засветиться в связях с этими всеми событиями? Как будто бы кто-то зачищает следы. К сожалению, мы с Ютуба в Википедии этого не имеем. Как? Это с Ютуба, с Ютуба. Вот за это я сказать не могу, потому что... Что-то на Википедии пропало, что-то с Ютуба пропало. Хорошо, если это возможно, мы будем делать всё везде, будем лазить теперь, потому что люди, оказывается, туда смотрят, не на наши дела, а смотрят в Википедии и Ютуб. Обратим внимание на это, Павел, при вашей подсказке. Ну, хорошо, что вы так открыто отвечаете на вопросы. Вот смотрите, местные жители, как бы опять же к ним не относиться, они говорят следующее, что им изначально обещали, что это будет памятник Бору, а оказалось, что там внутри... Оказалось, что там внутри прах мощи какого-то буддистского святого. Так, откуда вы это взяли? От чьих слов? Подтвердите или опровергните, правда это, неправда? Конечно, нет. Какой прах там может быть? Если там закладывали священный текст буддистский, Судур, Судур-Бичик, опять же смотрим, древний тюркский словарь, Судур-Бичик, буддистская священная книга. То есть это слухи? Да, конечно, слухи. То есть там нет никакого праха чужого? Статуэтка Будда, священный текст, ну и как по традиции арчин, ну священные растения, кусочки залаживаются, немного чая зеленого арчин, ну такие хорошие вещи, маленький кусочек золота, маленький кусочек серебра, там символично, такие вещи с приятной аурой для людей. И освещаются налитвами. Я вот тоже не понимаю, как получилось, что в 95-м году смогли поставить Сабурган, а сейчас уже прошло несколько лет, сколько уже? Четыре года, как его пьяный мужик разломал? Нет, не пьяный мужик, это еще не доказано совершенно. А кто же его разломал? Первый раз разломали в 2002 году. Про это не говорили. Тоже эти так называемые Ахтянг группа, одна и та же группа, там около 100 человек по всей республике. Это доказано, это установлено? Нет, они все же, только они бегают. Кроме них никто, и этим Сабурганам, даже если так честно сказать, ни православные, ни другие Ахтайсы, если не буддисты, они равнодушны, по крайней мере. Ну, стоит-стоит памятник. Как бы никого она не тревожит. Единственное, кто во всей республике, которые бегали, там 20 с лишним лет, у нас куча вот скриншотов, до их призывов, там сломать, разрушить, там убрать. Это только вот эта группа. Более никто. Любой нормальный Ахтайс, или который, ну, такой, допустим, он сильно этим не заморачивается. Стоит-стоит, ладно. Смотрите, смотрите, Арам Викторович, вот я когда с ними общался, на самом деле, и причем они даже сами это понимают, да, говорит, я там говорю на эмоциях, там и так далее, они понимают, что они в гневе, но вот я когда с ними общался, меня не оставляла мысль, вот формулировка в голове, оскорблений чувств верующих. Понимаете, вот если бы это, там, Датсан, или Сабурган строился вот в последние годы, то тут прям конкретный состав, там, статей про оскорблений чувств верующих, то есть какая бы там вера у них не была, должны быть общественные слушания, там, должны быть, там, прощупывания, опросы общественного мнения, и так далее, чтобы не было ущемления местных жителей, вот, а вам, как сказали, за веру кого-то там судили, наказали там, еще раз, как бы за веру, и исповедание кого-то там преследовали, наверное, так говорили, да? Нет, нет, как раз женщина рассказывала, что ее арестовали, якобы она разломала этот Сабурган, хотя она там ни разу не была, и его не видела в глазах. Давайте вот это дело еще не доказанное, как бы это, как бы не факт, мы же не будем... Ну, между вами, смотрите, между вами очевиден конфликт, я не придерживаюсь ни буддизма, я не придерживаюсь там, ни бурханизма, ни белой веры, никакой, я смотрю на это со стороны, я вижу, что есть конфликт, как вот вы представляете себе, как его вообще разрешать? Потому что, да, эти люди назначены экстремистами, да, они определены, там их там называют сектантами и так далее, но никаких доказательств, что они реально что-то разрушили, что-то разломали, доказательств за 20 лет, вы говорите, вот до сих пор не было, их судят за какие-то там комментарии в интернете, да, они, может быть, простые люди, там на нервах, что-то там говорят в интернете, получается, получается некрасиво, вы, как человек с высшим образованием, вы человек при должности, вот, как выходить из этого конфликта? Ну, им надо перестать пытаться убрать буддистов, как они всегда призывали, закатать в асфальт, просто мы живем своей жизнью, мы никому не лезем вообще никогда, не было такого, мы даже, замечали, что мы не гудашузе даже в свое время что-то оформим, потому что маленькая община... ну, смотрите, Арам Викторович, это вы употребили это слово, мы никуда не лезем. Да. Живут люди, они не понимают, почему там возник Датсан, потому что не было общественных слушаний, не было никаких законодательных актов, раз, Датсан. Это же не просто домик, это религиозный объект. Протесты точно так же возникают по всей России, там, против строительства мечетей, против строительства храмов, если это каким-то образом ущемляет местных жителей. То же самое, Сабурган, на месте кремации этого бора. Вот опять же вопрос, да, насколько правомерно бора вообще относите к буддизму? Ну, давайте вот этот вопрос, тогда я вам расскажу хорошо. Да, пожалуйста. Готовимся. Вообще, то, что бор был буддистским священником, первые сведения были взяты из людей, которые родились в начале 900-го года. Сейчас могу фамилии и имя отчество зачитать, и не стоит автоистика номерать. Записывал это, никак не наш уважаемый Бронтайангевич Бедюров, а записывали другие люди, Ямаева, ученые, и Клара Укачина. Они все тоже ученые, они записывали, это был запись в 71-м году, первая запись, то, что Боор был, Ламой учился в Тибете, в предах Наймана. Потом вторая запись была в 80-м году, по-моему. Потом уже Бронтайангевич все это собрал. Это 1800 или 1900? Это в советское время. 1970 год? Да, да, да. Через 200 лет после того, как Боор жил? Да. А на сколько этим вообще можно вещам верить? Ну, все его потомки, Найманы это признают, большинство. Большинство, потому что я общался тоже с потомками Боора, которые это не признают. То есть, это чисто слово против слова. Если, Павел, надо про них сейчас поговорим, нашу позицию я озвучу. Ну, вот, допустим, тот период, да, самый тот период, когда жил, существовал и вел свою деятельность Боор. Вот это письмо 12 джунгарских зайсанов. Тогда как бы, ну, Алтайцев еще не называли. Был империя такая, кочевая джунгария, когда она распалась под Найском цинских войск. Часть джунгар, предки Алтайцев, перешли в Россию, в подданство. В 1756, где-то по 58 годам. Не одновременно было, но длительное время. И в то время вот они обращались в русское правительство. Вот она идет, ну, они владели, как и все джунгарское ханство, вертикальным письмом. Это вертикальное письмо, тоже имеет длительную историю. И писали вот эти свои письма на нем. Это переводы, архивные материалы, нумерация, все есть. Ага. Вот они тут обращаются к российским правительствам, что против русских клятвы дают, что мы переходим в подданство Белого царя, отныне против русского народа, не будем поднимать оружие, клянемся бурханами. Если внимательно почитать, там я отправил это отрывки. Клянемся бурханами во всех местах, когда они клянемся бурханами во всех документах. Но как мы ранее установили, слово бурхан или пыркан не обязательно значит Будда. Это может быть и от языческого слова. От языческого слова бурхан. Это вполне могло иметься в виду клянемся пантеоном своих богов. Как это было в каком-нибудь вообще древнем Риме, когда распространялось христианство, апостол Павел там передвигался по крупным городам, ему говорят, ну чё, проблем нет, статую своего Христа, какой-то символ, идол, ставь рядом со всеми остальными статуями Юпитера, Зевса, Аполлона, кто там у них был. И никаких проблем нет, молись ему сколько хочешь, главное этого, нашего императора так же почитай, и нет никаких проблем. Так может быть, Будда, он был одним из многих вообще божеств. Ну то есть, короче, чёрт ногу сломит. И имена этих Зайсонов смотрите. Это все имена... Так, заместо кого-то руку приложил кто? Лама, Лоб Санзунды, да, ихний? Также у нас советский учёный Модоров, доктор наук исторических, он в своей монографии страница 312 пишет, что когда присоединялись к России, только одной части Алтайцев он изучил документацию, которые пришли, но в те время предков Алтайцев. Во второй тысяче под Усть-Каменогорском в семипалатической крепости было у них 22 служителя ламы, все присоединялись к России. Ну вот такой документации, я как бы говорю, это очень много. И этот период, это самый период, это Бора, великого предка Наймана родов, Майманов, и имена Зайсангов, если вот внимательно смотреть, недавно делали анализ там половина, но религиозных имён. Как бы в то время в джунгарсканстве религиозные, ну тибетские имена были основные религиозные, вот тибетские имена там, это сопоставляли со словарями тибетскими, монгольскими, алтайскими, тюркскими, со всеми. Как бы это было очень распространённое явление в тот период. При этом Алтай в целом не принял буддизм? Ну, кто сказал? Когда они приходили в Россию, они были буддистами, большинство, наверное. Ну, возможно, кто-то не был буддистом, как бы тут ничего не докажешь, но те, кто вот клялись, они все клялись. Вот когда я как раз общался с историками, кандидатом исторических наук, значит, прозвучала такая фраза, зачем же вы, буддисты, сжигали наших шаманов? То есть, есть в истории такие чёрные страницы, как буддизм приходил на Алтай? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, давайте про это тогда поговорим. Первое ещё знакомление с буддизмом, ну, территории современного Алтая, скажем, центральной Азии, это первые века нашей эры. Это самое начало, ну, это шёлковый путь, Индия, через шёлковый путь центральную Азию. У нас же недалеко, и сейчас в современном, это Турфан, Хатан, Азии великие были, через которые проходил. Наш ареал обитания в те времена был, ну, более больше, чем сейчас современная республика. И вот в этих Азиях первые упоминания на территории Саян-Алтайской региона это первый-второй век, ну, из курганов находки есть. Официально, вот первая есть такая описанность буддистская, которая говорит то, что 555 год нашей эры. Первый Тюркс-Каганат, Каган-Таспар, великий Каган, Бугутская надпись. Это у меня картина есть, просто тут, видите, как я. Бугутская надпись, знаменитая она сохранилась до наших дней. Она прям стоит. Вот там Каган-Таспар повелевает всем принять буддизм в Каганате. Он сам принимает буддизм, строит храмы, и буддизм овеляется государственной религией тюркского Каганата первого. 555 год. Ну, потом был второй Каганат тоже там, но разные силы были. Как бы тоже думать, что только один буддизм был, наверное, это неправильно, потому что были многие тюркские вельможи знать, обучались в Китае, как бы, что бы ни мы говорили, но в то время, такой период был, что то воевали, то... Это мы говорим про 1555 год? Нет, 1555 год, первый Каганат. Это, ну, я начинаю с далека. Вот запомните, бугутская надпись просит. Ага. Вот это, если что, изучите, посмотрите, что там написано. Каган-Таспар, 555 год нашей эры объявляет буддизм государственной религией всего тюркского Каганата. Ну, если так, самого далека, так будем подходить, чтобы интересно было маленько. А так как наши предки входили в это великое государство, как ни крути, даже есть племена, которые тюлются, да, там, подоши, которые в то время были еще там есть. То же самое. Очень странная избирательная наблюдательность. Вот тюркский Каганат, все правильно. Середина первого тысячелетия нашей эры. Огромные территории. И что вы хотите сказать, что Казахстан, Узбекистан, которые входили в его состав, это тоже буддистские, что ли, государства? Более того, вот пишут, в религиозном плане преобладало язычество в крупных городах. Больше для элитки были распространены буддизм и христианство. Ну, то есть, говорить, что это была какая-то буддистская держава, и все приняли буддизм, но это очень странно. Как раз много указаний на то, что для элитки, для знати, да, буддизм был в приоритете. Не только в эпоху тюркского каганата, но в целом в истории элитка пыталась приобщиться к каким-то более популярным мировым религиям. А вот в деревнях простой народ мало кто просвещать стремился, поэтому язычество до сих пор во многих уголках даже нашей страны имеет свои силы. И второй тюркский каганат такая же история была. Потом после их разбили уйгуру, телесы древние племена, тоже часто современных алтайцев, разгромили эти тюркские каганаты и пришли на смену. Уйгурский каганат создали свой за место тюркского. Там опять же была государственная религия манихейства и буддизм. Два религии, ну они, скажем, скорее всего соперничали, я думаю. Если по документам смотреть, там огромное количество там это Бадарханова очень хорошо пьет ученый, который изучает древних уйгуров. Кляшторный, древне-тюркский, спецкляшторный, там наберите его от труды, он это все делал. Это все советские ученые, которые изучали этот период. И в уйгурском каганате тоже самое было. Опять же, там государственные, ну скажем так, чтобы мягче звучало, одной из государственных религий был буддизм, как и в тюркском каганате. Потом наступают, приходят найманы, кидания. Это где-то уже десятый век. Они разбивают. Сначала пришли кыргызы, сенесеи. Кыргызов тоже ситуация была не такая уж простая. Там и буддизм был, и другие, и даже китайские верования были, если хорошо посмотреть их в археологию. Там тоже, в общем, все разное было. Кыргызы разбили уйгуров, создали свой каганат, а потом появляется с востока найманы племена, огромные. Народ. Они разбивают всех и создают уже свои. Ну вот, Архтай тоже входил. Найман, христианство было нестерианское. И буддистские толкования были, там разное тоже все было. Ну и эпоху Найман заменяет кто? 13 век начало, Чингисхан, монголы. Они всех разбивают, Чингисхан создает империю. Но сам Чингисхан, скорее всего, ну вообще, я считаю, что был, наверное, как бы шаманистом. Ну да, считается, что он язычник. Да, 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 да. Потому что таких прямых указаний нет, что он какую-то мировую определенную религию исповедовал. Скорее всего, он был такой шаманист. Но уже дети, внук его там, кто-то буддизм, кто-то ислам исповедовал. Они как бы активно разделились. И тот период тоже мы наши все предки входили во все эти государственные эти как? Образования. Они не могли просто мимо пройти. Тоже я говорю, вот для интереса я рассматриваю древний тюркский словарь. Это словарь 6 века по 13 полностью собраны все тексты, анализы. Там более 20 лет Академия наук СССР, там огромный кабинет ученых работали над этим. Они там обобщали, создавали. И только в 69 году вот это выпустили. Вот там это все вот наши современные автайские термины, которые уже все забыли, что там когда-то было. Это скорее всего я считаю, что начиная с тех 6 веков постепенно как бы ну контакт всегда был. Кто-то исповедовал, кто-то не исповедовал. Как бы сказать, что у нас никогда ни в коем образом этого не было, но или только что я вам показывал, но документы отправил это джунгарский период. Зайсаны все клянутся бурханами. Бурхан, как мы видим во всех историях, это Будды. Так, потом давайте приведу, ну вот чтобы какой-то переход у нас был плавный, чтобы у вас представление было. Так, ну начало 19 века у нас путешествовал такой ученый Чихачев, Петр Алексеевич Чихачев. Вот он пишет. Таким он путешествовал по Алтаю, по Туве он путешествовал и все исследовал. Таким образом нет оснований предполагать, что тувинцы, по крайней мере населяющие долины Алаша, принадлежат иной расе, чем вообще алтайцы. Религиозный культ этого народа совершенно идентичен тому, который был Алтайцев. Тот же культ Ламы. 1840 год. Тот же, вы можете найти, я все эти ссылки, если надо, все скину, вы проверите сами, хорошо? Да, конечно. Так, Чихачев, давайте потом чуть позже, наверное, да, вперед, мы будем смотреть, как оно происходило, все, почему все так забылось, почему у нас такая путаница идет, почему многие, ну, как бы, вот такие хождения идут. Так, давайте еще один, Завалишин, Ипполит Завалишин, он путешествовал в наших краях 1860-е годы. Начало где-то, и потом в 64-м, по-моему, он написал, вот свою книгу тоже потом, эти, да, 1865-й год, Москва издана была, описание Западной Сибири, глава 14, Кузнецк, Бийск, Бийск, А женщин, встав только на левые колены и держась правой рукой за правую косу, поклоняясь тоже до земли один раз произносить, «Ты иди, минуту, дай им Всевишний, мой Бог». Перед молением кралует Оржанец, медную кадельницу, утверждая на четырех вышиной в пояс. «Впрочем, в нынешнее время, когда среди иннораций в Алтайске исчезает грамотность занесения к ним с буддизмом из Тибеты, и самый буддизм ослабел и затемнился шаманством, и это поклонение начали совершать только раз в год. В общем, сборе Затойбиша всегда после первого весеннего грома». Ну и там далее. Вот все идет. Вот тут уже 1860-е годы, впрочем, вот еще раз замечу, это советский следователь, ленинградский ученый, очень хороший, он в 20-х годах лично несколько экспедиций совершил на Алтай, и все это дело изучал от тех людей, которые непосредственно, тогда еще 30-е не настали, их еще не сослали, не расстреляли, они были живы, здоровы. Вот он изучал это и издал такую монографию. Это в 30-х годах издавало. Ну там уже пошли вот эти все ленини, но он как-то надоошло, и переиздали в 93-м или 94-м году, я не помню. Ну тут все написано. Далилин тоже вот множество таких указаний делает. Допустим, в 1911 году именно в этот год по мнению исследователей группа бачатских телеутов совершила поездку к ламам, дочери Чета посетили Ускан, что у них начался бурханизм после этого. После поездки к ламам, дочери Чета, это был великий проповедник, который вот это движение бурханизм проповедовал. Но и таких указаний очень много. То, что в 1904 году приезжали ламы или связь поддерживали, или вот это Манди Кульджин выписали Кобдор Аксак Тетчеламы и Ламуд Дондок и Узалистые. Они объехали всех. Ну вот это вот такие эти. Привозят там через лист, через страницу. Это свидетельство архивных материалов, материалов, то, что он с людьми, с которыми он встречался непосредственно участниками вот это, организаторами, бурханистами, они тогда были все живы. Большинство еще не было гонений в 20-х годах, только-только все устаканывалось. Вот это, ну, можно вот эту книгу посмотреть, откуда шел этот бурханизм. Тогда назвали белая вера, ахтян, в отличие от шаманизма. И вот, тем не менее, вы, как вы считаете, как выходить из этого конфликта? Конфликт как должен быть? Вот эта группа должна оставить свое преследование буддистов вообще. То, что у них постоянно идут призывы уничтожить буддистов, убирать. Ну, это огромное количество просто последних годов просто со всеми событиями маленько закон ужесточился же, это чуть-чуть. Ну, 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 вот смотрите, мы обсуждаем, да, Датсан там без документов, Сабурган без документов, это же тоже вносит лепту, вот, ваше видение. А вы думаете, наши остальные Датсаны имеют документы и все есть, это как-то останавливает, что ли? Нет, конечно. Документы мы оформим, она уже на стадии полного оформления, по-моему, там. Я как бы, лично я этим не занимаюсь, там есть глава общины, который вот этим занимается, Усканская. Я уточню у него вообще. Я имею в виду, Рэм Викторович, что вы говорите о том, что должны сделать они, а вы со своей стороны какие-то шаги будете предпринимать? Мы со своей стороны делаем огромное количество шагов, питаемся все время объяснить им, что мы не являемся никаким незаконным образованием, да, как они пытаются нас всегда выставить, даже как, когда людей специально оговаривают, называется. Клевета. Да, это же клевета, и это идет много лет, мы пытаемся и так сказать, и так документы показываем. Хорошо, хорошо, давайте тогда еще один вопрос рассмотрим. Вот школьный учебник, изданный Министерством Образования Республики. И здесь я читаю черным по белому, я это уже демонстрировал в своем основном ролике про Алтай, почему в школьном учебнике для детей упоминается Акбуркан, ваша религиозная община, да, организация. А там написано религиозная организация. А что это такое? Что это за текст такой? Я не знаю, вот, к сожалению, Павел, или не знаю, к счастью, я составление учебных проблем, ни я, ни мы никакого отношения не имеем. Мы не можем... То есть, смотрите, вот я хочу, чтобы вы правильно поняли. Я здесь беспристрастный наблюдатель. Мне за там мои мысли там не платят. Мне, у меня душа болит, что в России происходит несправедливость. Смотрите, как это выглядит. Строение без документов, монументы без документов, и как бы все нормально. Значит, в школьные учебники вносится информация про религиозную организацию. Это выглядит как связь с чиновниками, как какая-то дружба с государственными чиновниками, которые действуют в интересах конкретной организации. Я повторюсь, вот я православный, но когда православные священники идут в школу не рассказать, что там в церкви красиво, иконы, есть культура, если у вас что-то случится, можете зайти в гости, а когда прям начинают учить закону Божьему, это нарушение закона. Такого быть не должно. Вот здесь я то же самое говорю. Это выглядит как нарушение закона. Хорошо, Павел, давайте... Которое прямо касается вашей организации. Ну, как вы можете этого не знать? По этому делу проходило, я как слышал, экспертиза большая, собирали научный совет экспертов, да? Эксперты были филологи, религиозные, историки. Экспертиза проповеди там не увидела. И, как я говорю, по-моему, было отказано и сам то, что они требовали что-то там. Как бы я не юрист, поэтому я все точности не знаю, к сожалению или к счастью, мы не составляем. Но вы не знаете, как это получилось? Если это, наверное, историческое... У нас огромные связи, то, наверное, ученые решили, что какой-то показать, что есть история. Такая часть, такая часть, такая часть. я как-то ознакомливался с этим делом. Но это же не просто история, это прям конкретно указание, что пройдет мероприятие в 18.00. Я ничего не знаю, но, оказывается, была экспертиза, и я знаю, что никаких нарушений закона экспертиза там не увидела. Вот это вот, вот это вот, конечно, сильно. ИСЦУ утверждает, что через описанный пример обряда чечения огнем в Датсане Ахбурхан-Курея представлены ученики информации о деятельности конкретной религиозной организации Ахбурхан. Так, ну, какие-то номерации идут. О признании эксперта заключения учебник по алтарьскому языку литературы 5-й и 9-й класс. По времени проведения буддистского обряда чечения благоприятного огня и кому он посвящен Бурханам, Кудаям и хозяевам местности, поклоняясь в той или иной форме священному огню, известной с древнейших времен в различных народах и в различных религиях, в том числе и в традиционной религии алтайского народа. Культ огня являлся и является одним из самых важных центральных структур, образующих общие обряды системы культов. Он охватывает самые разнообразные явления материальной и духовной культуры многих народов, в том числе и алтайцев. В этом культе отражались представления в огне как в нем живом шествии, впечатляемым чистым духом. Шествия это наделенной душой, она покровит семья и охраняет очаг. Посконные живые традиционные мировоззрения алтайцев. Это буддистский такой ритуал? У буддистов она, у всех она есть. У буддистов тоже она очень распространена, есть множество текстов, которые мы постоянно... В Тюбете тоже? В Тюбете тоже, поклонение огню совершают. Нет, я считаю, что это, наверное, да, подношение огню, подношение через огонь, это, наверное, ритуал вообще во всей Центральной Азии. У нас есть специальные даже тексты, посвящения, когда бывают люди болеют в семье, мы приезжаем на дом и делаем почитание огня. То есть, получается, это то, что свойственно и шаманизму, и буддизму. И буддистам, и, наверное, даже не только шаманистам, буддистам, и заострицам, как огня, поклонник Аранжа. Заострицам, да. Да, да, у них тоже очень возможно, это культ вообще... Ну, древний очень древний. Да, очень древний, и, возможно, у меня такое есть, что где-то, наверное, возможно, корни откуда-то оттуда. И у нас же, я только что рассказывал, смешивались в течение многих столетий, тысячелетий, все перемешалось. Поэтому, возможно, и этот культ. Смотрите, я хочу коснуться здесь как раз Джунтея Тересавы. Вот ваше личное мнение о нем и его деятельности. Ну, Джунтея Тересава, как бы я лично с ним сильно не знаком, когда-то видел его, когда он был на Алтае. Так как, примерно, как бы, если наши оппоненты говорят, что мы являемся как бы его филиалом, то, ну, примерно, представьте, что российская православная церковь является филиалом, скажем, протестантской церкви Англии, да, или перемен. Ну, утверждение примерно этого. Это же японская традиция, это совершенно другая традиция от нас. Мы как бы, тем более, мы все заканчивали традиционно священник университеты буддистские, ну, и как все религиозные люди, наверное, маленько, как? А можете рассказать, почему его признавали нежелательной персоной и запрещали ему въезд в Россию? Так, по-моему, у него какие-то были выступления против войны в Чечне. Из-за этого. Да, вот вы, как действующий буддистский монах, не знаю, как это правильно. священник. Вы священник? Да. Скажите, вы поддерживаете спецоперацию или нет? Ваше отношение к спецоперации? У нас служат очень много ребят, моих родственников, друзей, огромное количество в армии. Кого-то мобилизовали, мы ребятам постоянно помогаем, собираем вещи, отправляем, приходят потом после боев или раненые приходят нам потом за благословление, постоянно благословляем, отчаим, потому что у многих нервы рожат, у кого-то там психически тяжело бывает. Помогаем нашим ребятам, чем можем. Насколько можем нашим воинам, которые свой долг исполняет воинский. Поэтому нашим и в храме, и у меня много родственников, там огромное количество друзей военных. Поэтому нашим ребятам мы помогаем всем, тем можем. Потому что Джунтий Дересава как раз приезжает на Украину и сейчас там проводит обряды, молебны. Он почему-то не в Россию едет, он приезжает на... Допустим, у вас, если это спрашивали бы у патриарха Кирилла за действия, скажем, Папы Римского или... Ну вот примерно так, да? Мы же не можем за иностранного гражданина, ни нашей школы совершенно какой-то там, где ты живешь, что-то делает, нести ответственность никакую. Он к нам отношения не имеет. Мы, российская традиционная буддистская санка, как бы... как мы можем за его действия какую-то ответственность нести. Понял, понял. А не лично про вас, а про буддистов России в целом. Но буддисты россияне знают. Ведь многие ученики Дзюнтея Тересавы, они служат, Их несколько человек есть, но после его некоторых движений многие как-то к нему неоднозначно относятся, я знаю. То есть вы относитесь к нему сдержанно? Да, довольно сдержанно относимся. Потому что, ну, он человек к нам отношений... Вы же понимаете, сейчас очень такая модная серьезная проблема поиск иностранных агентов. И если еще там с 90-х годов какой-то человек ездил по России, и он своих учеников здесь, значит, продвигает, и у него есть связи, он в Лондоне жил, он участвовал в протестах на Болотной, в революции там в Киргизии, он был на Майдане, он поддерживал чеченских вот этих сепаратистов, короче. Ну, после, когда мы как бы за ним не отслеживаем, как бы не в наших интересах, буддистов на свете много, как и христиан, мусульман, разные школы, как бы мы со своими-то тут бывает не всех понимаем, не всех знаем, а тут кого-то иностранца там смотреть за ним, как бы, ну, для нас это неинтересно, во-первых. То есть вы согласны, что его присутствуют, ну, его идеи в России, они нежелательны. Ну, когда он против, выступил против, в Чеченске, когда наши войска были, у нас же тоже много прихожан там, наши ребята там несут свой воинский долг. Мы сразу тогда сказали, нет, ну, с таким человеком как-то нам, наверное, дружить даже, даже, дружить просто, ну, смысла нет. Арам Викторович, вот я с вами общаюсь, есть какие-то моменты там, но почему бы вам не сделать там дружеский жест, пригласить этих там Акбурхановцев там пообщаться, как-то обсудить что-то? Ахтяновцев. Ахтяновцев, да, прошу прощения. Мы очень много раз пытались, у нас был покойник Сармай Лама, великий музыкант был, очень одаренный человек, прям с кулады, у него же родственники там тоже состоять, и он пытался лет десять все это как-то договорить, поговорить, ну, как бы не получается, они не идут, что в вас не было, и все, весь ответ. Мы говорим, ну, как нас не будет? Мы будем, мы были, есть будем, но куда мы денемся? Вы прекращайте свое это, и все, мы будем жить все в мире, в дружбу, а куда нам деваться? Мы все там и родственники, и земляки там разные. То есть конфликт зашел в тупик? Ну, я не думаю, что в тупик, все когда-нибудь заканчивается. Все когда-нибудь и эта ситуация, наверное, тоже как-то придет. Я, я, в свою очередь, поговорю с ними и спрошу, почему они не хотят с вами общаться? Хорошо, хорошо, Павел. Вот, если вы, еще раз, давайте пробежимся по утверждениям, значит, вы чтите законы Российской Федерации и на все строения вы будете, значит, делать все нужные документы? Конечно. Вы не имеете отношения к тому, что в учебниках появляются там упоминания вашей организации? Мы религиозно вообще не имеем никакого права лезть в какие-то светские учебники, там, тем более, какое-то отношение. Это делают ученые, которые обязаны этим заниматься. Да, кстати, про создание новых там, дацанов, сабурганов, сейчас в России надо будет проводить общественные слушания, общественные обсуждения. Вы это тоже будете делать? Да, мы делаем. Хорошо. вот это все пошло, как бы начали, потому что мы же как все, обычно молотается, ко всему спокойно относимся, как-то не заморачивая, но построили, мы это, наверное, лет 10 будем строить этот домик, как бы поставили, деньги кончились, забыли. А к дзюнтею и тюресавии вы отношения не имеете? Никакого. Потому что я еще раз объясняю, дзюнтею и тюресавии это японский, да, мы являемся российским буддистом, мы являемся, ну, северный буддизм, это. А дзюнтею и тюресавии это японский буддист, я не знаю даже к какой школе относится, у нас, да, разные обряды, разные ритуалы, это примерно как говорить православно-российскому, говорить, вы имеете ли отношение к английской церкви, да, или еще какая есть там. Ну, понятно, понятно. Хорошо, спасибо за то, что ответили на наши вопросы, значит, присылайте фотографии, которые надо вставить в видео, и это мы и сделаем. Хорошо, я подпишу, ну, давайте, Павел, еще что-нибудь, что-то я только разогнался, что-нибудь говорить. Ну, что вам, что от души вам хочется сказать? Ну, что тут хочется сказать, что наши оппоненты, наши земляки там, и родственники есть там, ну, у нас же все так, автайцев мало вообще-то у нас очень, и тем более, самый активный в религиозном плане это наши дайлины, и у нас самые большие буддистов, и ахтянцы это у нас, он говорит, да, Искан там, очень таки в активном этом, всегда были. И во время революции тоже, когда вот гражданская война, наши районы были очень активны, у нас, наверное, в крови заложены. Поэтому, я думаю, что мы придем в каком-то понимании, чтобы наши земляки, и вот такое большое пожелание есть, особенно вот коржане, там еще кто-то, кто очень активно там все этим занимается, чтобы они перестали, наконец, распространять ложные слухи, наводить клевету, там, международным терроризмом, экстремизмом, там еще в чем-то таки страшных вещах. Это же все судебные вещи. Это мы можем, ну, много-много лет мы, потому что там и земляки, и так мы стараемся это не трогать. Но когда это все выходит уже за пределы, и на нас начинают уже реагировать, как на настоящие серрористы, мы вынуждены будем как-то судебным порядком защищаться, что ли, если все это не будет прекращаться. А что больше делать? На такая большая просьба, пожелание землякам, чтобы они сами себе не путали, людей заблуждения не вводили, и чтобы как-то понимание было. Я все-таки надеюсь, что вы начнете нормально как-то общаться и открыто говорить о том, какие у вас там друг к другу вопросы, претензии и так далее. Потому что вот я с вами пообщался, и многие вопросы, они отошли, отошли на задний план. Спасибо. Хорошо, Павел, вам тоже, кстати, спасибо. Я думал, что вы обычный проплаченный блогер, который там какую-то работу делает. Ребята говорят, давайте-ка к нему выйдем. Я говорю, что он не будет, ему зачем истину прояснять? Он, наверное... Ну, все почему-то так думают. Да, да, да. То, что вы согласились выслушать другую сторону. Сколько вы мне заплатили за этот эфир? Да, не знаю. У нас нет денег. Нисколько вы мне не заплатили? Ой, не знаю, сколько я вам должен был бы, если так оплатно. Все, Рам Викторович, до следующих встреч. До свидания. Хорошо, вопросы будут, связи есть, будем выходить, какие-то прояснять, какие-то моменты наверху. Хорошо.